В каком-то сообществе речь зашла о том, что не всякая литература будет воспитывать из ребёнка гения. Некоторые, дескать, литература вредна и привозят в качестве примера сказки Афанасия. Вот уж, вот уж величайшее заблуждение. Действительно, не всякая литература полезна. Многие произведения крайне вредны. Но как раз вот сказки Афанасия всегда не подходят. Ее написал эссе. Нельзя читать детскую литературу. Читать только Пушкина и Ершова. И, как ни странно, сказки народные. Ну, например, Афанасия. Вот говорят, сказки Афанасия вредны. Но покажите мне такую вредную сказку. Хоть одну. Я не видел. У меня дома два тома. Вот такой толщины. Я не видел ни одной бредоносной сказки. Это же ведь народное творчество. А оно вне критики. Почему? Оно отточено эволюцией. Оно проверено временем. Оно проверено поколениями уже миллионы выращенных людей. А вот дядя Степа, например, сказка вредная. Хотя формально герой хорош. Бабушку переводят через дорогу. А почему же вредная? А потому, что написано в годы террора. И милиция была орудием террора. И именно, чтобы создать положительный образ. И создано произведение по указанию тирана. Но, как мы знаем, закон Пушкина не продается вдохновение. И только внешне сказка формально утверждает добро. А неуловима по каким-то природным законам, по каким-то флюидам. Она фальшива на 90%. А что фальшива, то всегда приносит вред. Но, если вместо мяса есть заменитель мяса, которым только будет внешний вид полезных веществ, а самих полезных веществ не будет, то это будет вредным. Фальшива это то, что делает человека аморальным. Вот откуда настолько коррупции в обществе. В обществе. Во всех сферах. Читали в детстве плохие детские книжки. А читать можно только Пушкина и Ершова. Ну, и Афанасьева. Я вот помню себя ребенком, я помню жуткие сцены, как несется мой до дыр. Мне совсем не было смешно. Мне грустно было, когда доска кончается, и бычок вот-вот упадет. И жуть охватывала, когда девочка плачет, что он тонет мяч. Да игра в толстой никуда не годится. Жить не хотелось в мире вообще, где стоит тарелка с лишенками. Или мальчик, где кричал «Волки! Волки!» читать можно только классику высокого поэтического полета. А как раз поэзию Толстой не понимал, поэтому воздражал против памятника Пушкину. Вот Пушкин и Ершов, они создают хороший фундамент души ребенка. А вся остальная литература слабая и негодная. Что касается страшилок, детская сказка «В черном-причерном городе, на черной-причерной улице, в черном-причерном доме жил черный-причерный человек» наводит жуть. Но! И одновременно красоту ощущаешь от удивительного повторения одного слова. Никакие формалисты не сделали ничего со своими черными квадратами такого прелестного, как эта сказка. А вот братья Гримм, где баба-яга ощупает пальчик мальчика, чтобы раскормить его, чтобы он был раскормленный, вкусный, а потом съесть. Вот эта сказка предупреждения. И один раз можно ознакомиться, чтобы инститивно был ребенок осторожен. Потому что есть склонность к каннибализму. у человека в виде исключений. Но читать много таких сказок, как братья Гримм, не хотелось. Основная функция искусства как природного явления не утвержденного в Министерстве культуры и потом безошибочного вселять радостное ощущение жизни. Поэтому Иванушку, дурачок, не гонится за карьерой, какая же это радость гнаться за карьерой, унижаться, но спасает государство и женится на царевне, и те же чувства добрые и у Пушкина, и у Ершова. Вот они, духовные ценности в самой яркой форме, какая только может быть во вскорстве. Вот этим только и жива страна. И когда я вижу, что там совершили преступление, тут совершили преступление, я вот думаю, а не будь Пушкина и не будь Гоголя и Достоевского, то, глядишь, этих преступлений было бы в тысячу раз больше. Так что, вот я и говорю, что мы единственное, чем живы, это вот великими поэтическими классиками.